Приветствую вас, мои родные, любимые, сердце, дорогие христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радости, любви и счастья и мира в души ваши, в дома ваши и в жизни ваши. Меня зовут Кузнецов Дмитрий, в интернете известен как Христолюб, вы на моем канале, на одном из моих каналов, из трех каналов. В этом ролике я продолжаю рассказывать о своей жизни, ролик под номером 2, о моем покаянии, кто не смотрел мое первое видео, в плейлисте о моей жизни будет этот ролик. Я хочу записать три ролика, один уже записал, это о жизни до покаяния, сегодня вы узнаете о моем покаянии, ну и третий ролик я запишу после покаяния, так я его назову. Хотя покаяние в принципе это слово синонимичное, слово и святость можно так сказать, и длиною оно в бесконечность, что достигать совершенствуем будем в вечности, что и покаяние. Это мой мальчик, пум-пумыч, пум-пумыч, покажись, пум-пумыч, он всегда со мной, мы проповедуем вместе, ну что-то в меня вцепился. Поговори, покажись, кто тебя еще не видел, какой ты классный. Ну, поздоровайся, вот так, да, вот так. Видите, как он вас тоже поприветствовал. Вот он всегда со мной, всегда слушает мои проповеди. Хвостик мой. ну что жизни до покаяния рассказал в кратенько конечно у каждого человека да мой мальчик на чуть такой нюшный он так смотрит это жуть оси у всех конечно своей жизни и всю не рассказать ролики что там ролик жизнь это года ролик 10 минут 20 30 до сегодня тоже расскажу что на сердце господь положит что-то забывается уже я никаких себе не план не схем ничего такого я себе не делаю не пишу все говорю вот от сердца сердце всегда живом форма не формате ролики я не монтирую практически никогда если и монтируют они с целью там что-то вырезать а просто чтобы может быть добавить какие-то ссылки картинки там может быть продолжим да но я уже рассказал как я жил и вот живя ну жил я уже не один в то время жил я так скажем с девушкой женщиной и уже в принципе внутреннее мое состояние знаете очень часто до классика жанр что говорит ой как ты пришел что случилось все ударился как говорится как там говорят тоже забыл чего-то куда он ударился человек в бога ударился в религии ударился до или ушел в религию у меня ничего плохого на самом деле такого по плоти в принципе не происходило все у меня было были деньги какие мне в принципе нужны были ну конечно в миру ты желаешь всегда всего много и побольше было у меня все на личном как это говорят фронте в личной жизни все даже сверх хорошо я уже рассказывал я жил в принципе практически шведской семьей вот то есть все у меня было я говорю было денег сколько мне надо было ну всегда хочется больше всегда ты недоволен причем я в принципе зарабатывал сюда своими руками головой ну соответственно если ты заработаешь головой это не что ты это на тебя значит люди работают надо и головой как и сам на себя и меня люди работали то есть ну конечно хотелось больше есть простой обычный я уже рассказал семьи вот семьи военных честного военного папа моего вот ничего особенно у нас не было избалований ничем не был поэтому все тоже приходилось все рвать зубами все все в этой жизни до особых сюрпризов мне господь тоже не преподносил но я теперь понимаю что мне не на что было жаловаться но я и особо не жалов жил как жил до каких-то как говорят духовных стрессов каких-то жизненных переживаний может быть смерть близких да там люди через войну приходит но через через скорби тоже нет все у меня было ровненько конечно я понимаю озираюсь назад да я уже об этом как-то рассказывал в принципе у меня есть ролики где немножко себе рассказывает не захотел обновить освежить так три ролика скомпоновать в начале плейлиста поставить о себе чтобы можно было познакомиться кто впервые попадет на мой канал и каких-то душевных катастроф тоже не было то есть не по плоти обычно с людьми болезни какие-то до что-то случается конечно я тоже болел до покаяния были у меня и хронические заболевания но все это не приводило меня к живого истины к живому истинному богу а так жил как жил до никогда какой-то нормальный здравый проповеди об иисусе я не слышал все что я слышал либо была полная хинея либо проповеди культа рабство духовного и прочих вещей до ахинеи прямой просто зомбированного сектантство и прочих вещей да ну и как известно все почему-то веру так вот им никто ничего сказать не может о евангелии благой вести хотя она настолько проста и понятно что и можно выразить в простых простом предложении учение иисуса христа это учение святости которые в любви ближнему в радости жизни в мире души и со всеми окротости смирение долготерпению повань вот учение иисуса христа и человек из ты будешь так жить все у тебя будет хорошо и сейчас и потом но если нет будешь получать достойное своих дел до такой проповеди никогда не слышал я жил как жил ну и что со мной случилось и вот я жил 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 я очень люблю в принципе хотя я знать как отношусь к разуму к знаниям которые все упразднятся и по сути то своя не конечно же бессмысленны но я люблю что-то познавать в чем-то совершенствоваться точнее во всем что полезно человеку поэтому я конечно ничего не отрицаю но надо понимать на что-то это направлено я еще до покаяния в принципе все время для меня очень важен был человек вся моя жизнь была ради ближнего в том плане пусть это эгоистичная была любовь но хотя бы это была любовь я всегда об этом говорил для меня имели значение в жизни друзья то есть люди женщины которых не было много в принципе каждой я относился все таки как могу сказать с уважением хотя конечно до покаяния кто я был грешник отношение было очень специфическое конечно когда ты меняешься это абсолютно разные вещи но все равно то есть это было конечно искажено извращено изуродованы потому что бог просвещает всякого человека пришедшего в мир но все это из уродуется вот этими грехами страстями как угодно но тогда я понимал что все что мне есть есть машина мне нужно с ней поделиться с кем-то с друзьями кот поехать с девушкой куда мне она в принципе не нужна мне нужно только в том случае если она принесет еще кому-то и кто-то сможет разделить эту радость со мной а порой даже чтобы я мог этим радость кому-то поделить подарить что-то сделать у меня есть машина я могу отвезти и помочь его до или еще что-то вот и чтобы мы вместе этим пользовались всегда у меня это было всегда мне было чувствовать этой общности семейности что все люди на земле братья сестры что в принципе любая бабушка на земле это такая же моя бабушка или мама да что любой человек не брат что чужие дети это мои дети они так что вот моя все остальные отпрыски сатанинские да нет всегда это вам не было почему мне очень близко оказалось евангелие и и вообще благая весть и учение иисуса бога пришедшего во плоти ну и что я иду на очередное получение знаний это были курсы массажа хотелось меня владеть этим профессионально я выбрал хорошего специалиста в воронеже и пошел записался на курсе обычно медицинского такого профессионального не просто маслицем что-то мазать нет профессиональный массаж оздоровительный то есть двухмесячные курсы по моему мы два или три раза в неделю ходили я счет не помню то все серьезно человек профессионал своего дела за 40 лет ему было 42 как сейчас помню вот он был известен у нее всегда группы всегда вечный набор давно они уже эта школа хотя школа у нее называлась как-то там что-то народного целительства и вот я туда иду в принципе особо ничего в моей жизни не предвещал этих вещей игры чтоб вот чтоб как я ударился в религию да у меня не религиозная семья не нерелигиозные друзья никто внешне мне не встретился какой-то проповедник или случайный там в поезде где-то еще что-то до чтобы вот так повлиять на меня нет то есть обычная жизнь я тогда жил ну да жизнь то всегда скучно все приедается все как бы ко всему привыкаешь в душе конечно я понял что все равно уже пределами какой-то был именно кстати именно не душевно духовный да то есть дух все ты понимаешь что ты как-то один на этой земле так тебе уже одиноко тоже принципе полнота всего это только дворец наши создатель ну что сижу я я отходил эти курсы закончил все мы получили корочку этот наш преподаватель кто он был до конца не ясно мах колдун экстрасенс да вот то есть у нее школа называлась как-то народного целительства или что-то еще такое когда мы закончили и у него много групп я же по массажу идет но нам как бы говорил что он там лечит целит что-то такое все да там про народной медицине нам рассказывал и он придал предлагает кто хочет еще продолжить поступить на курсы народной медицины уже четыре месяца вот мы будем этим заниматься меня это всегда тоже интересовало хоть я там и пил и курил отчасти до здоровое питание народной медицины меня все какие-то народные средства конечно я тоже не признавал никогда даже до покаяния собой таблетки все там казалось вот вот все с природы я очень люблю природу божье творение до растительный животный мир и выше вот мира человеков но и на ангелы все прекрасные и он нам предлагает я иду эти курсы это уже конец зимы не ой конец зимы конец года новый год у меня 3 числа день рождения 3 января он приглашает нас на эти курсы он уезжает в москву а нет и он если вспоминаю вы не обращать внимание это было 8 8 8 ну 7 лет назад уже восьмой год пошел получается поэтому то что я буду задумываться это нормально да так что же все так все это давно было он их приглашает назначает и по моему это вот я говорю хоть было новый год он сам тоже не пьющий был но тоже как я теперь хотя я там не был запойным алкоголиком ко все по праздникам вел обычную мирскую жизнь вот но хотя есть люди из миру ты там не выпивают но я мог позволить себе нахрюкаться я не был злобным меня не сносило крышу но мог тоже что делать ничего сидишь это вливаешь в себя зачем непонятно от безделья и вот по моему он приглашает нас игру или вообще первого числа или второго ну люди пошли вот такие вот в основном видим тоже как раз игры кого и новый год это не трогал да и кто знает первое тоже число второго сто процентов это было и следующее занятие третье третье у меня день рождения почему удивительно что у меня все эти события происходили на мой плотское день рождения и я с утра еду к нему ну вот отмечать то там вечером и по моему я в тот год отмечал дома где вот я жил по-моему да но это не важно а с утра мы едем на эти он делает их утром потому что праздничные дни и мы с утра едем к десяти часам по моему вот на эти курсы ну мы там кто едет и я в частности да он нам оба дня вместо того чтобы казалось бы рассказывать о какой-то народной медицине он нам начинает рассказывать о чем о храме православном сам он себя не позиционирует ни с каким православным даже с христианством он ничего нам об иисусе не говорил но он начинает рассказывать нам зачем-то о храме о свечках на православном совсем не похож я даже сейчас понимаю и он в принципе нам ничего не говорит но зачем-то он рассказывает о храме у него сзади самого начала в принципе был но и как-то этому я помню даже не придавал значения но его стол впереди то есть ну класс был устроен есть и парты и когда их раздвигаешь там можно вот так какой курс массажа его основная деятельность и эти курсы там вот эти массажные столы их они там по моему сдвигались я уж не помню как это было честно ну как-то вот так вот я помню что мы сидели опять парты ставили ли был разделен аудитории то есть чуть чуть было вот этих парк где мы сидели что-то писали мы когда и теорию слушали тоже сидели а потом практиковали и вот то же самое с этим и сидим у нас тетрадочки естественно завели народность медицина до здоровье все вот это он нам зачем-то начинает мы рисуем храм как сейчас помню тогда ничего не понимал я в храме там был может два разных этих экскурсиях когда ездишь в школе там куда-нибудь в москву там что потом там где-нибудь я вот в абхазии когда ездил дыхал мы в какой-то этот монастырь то заходили кто знает там я там ездил когда дыхать ну это я не заходил так рядом стоял он нам рисует теперь-то я как знаю там он рисует туда эту панихиду слева она обязательно храмовая часть притвор вот этот алтарная часть да тогда конечно ничего не понимал так рисуешь но я строитель мне этот понятно он начинает это все рассказывать нам зачем я не знаю сзади у него был типа такого как называется иконостасик да там какие-то иконы вроде бы были сейчас точно не помню был у него подсвечник такой свечки он ставил что-то там говорил вот не знаю что он там говорил молился он это вначале делал он этого не делал когда мы выходили на массаж но он это стал делать когда мы вот стали ходить на курсы народной медицины почему я всем рассказываю сейчас буду рассказывать я бога познал не по бумажкам я проповедую не бумажного бога я проповедую того бог который мне лично открылся более того он не открылся даже не через евангелие ведь он нам даже не благовествовал он ничего не говорил об иисусе он ничего не говорил о святости он зачем-то нам в начале этих курсов рассказывает охране и он не призывал не уходить он не проповедовал православие он никогда в принципе о нем не заикался я забегаю уже наперед сейчас сразу чтобы уже с этой темой закончить он помирает через несколько дней настают выходные он едет в москву кто знает всякие сейшины когда там собираются кто знает во всяких там в днх вот этих как называют большие помещения вот эти в москве всегда знаете вот эти тусовки там проводятся выставки я тоже от разных компаний от разных работ свое время ездил он на подобное поехал медицинское там оборудование выставки все вот эти я уже забыл как москве эти называются ну типа в днх как они там идет эти шатры то вот эти здоровые и все он оттуда возвращается но уже можно сказать в деревянном ящике по моему у него в поезде у него тромб как называется инфаркт инсульт я и в медицине не силен то есть у него тромб там что-то отваливается да вот это и он или он здесь уже в воронеже или помыть вообще в поезде или в москве случилось то что мы приходим на следующее занятие на 3 там числа соответственно 7 8 где-то там под рождество по православному вот этому да и узнаем что или нам позвонила его дочь мы знакомы же были с его дочерью сыном они ему там помогали иногда ему узнаем что такая с ним судьба ему было 42 года вы выглядел под право повзросли мне кажется ну вот так вот конечно не знаю чем все закончилось эти курсы это и потом он нам обещал после четырехмесячных курсов народной медицины курс годовой курс экстрасенсорики ну многим людям это интересно я в принципе в то время ну смотрел этих как там битвы экстрасенсов конечно больше так с таким специфическим отношением в принципе никогда в жизни ни во что не вляпывался ни в какие секты не вот в это я никак не соприкасался с духовным миром тем более с черным миром до смеха с миром злобы ас мне хотелось мне хотелось всю жизнь лечить людей там даю думаю тогда я еще думал господь бы дар мне так нравилось делать людям добро в принципе я хотел обладать каким-то дарами до сверхъестественными но всегда мне хотелось это на благо делать конечно за понятно да пока я не скорее все ты куда свалился бы стал бы за это там деньги брать хорошенькие еще что-то власть тщеславие действительно да поэтому бог не дает но меня к этому конечно же тянуло и как мы видим благодаря христианству это в принципе нормально то бог дает дары чтобы ты этими дарами делал добрые дела к людям ну и я не сомневаюсь что я пошел бы на эти курсы чем были все это закончилось я не знаю но вот так вот господь промышляет о нашей жизни я не вижу что это хорошо что он там помер я понятия не имею я вам рассказываю факты своей жизни да уж какие там выводы анализ делать это же дело 3 вот мы сидим на это занять это мой плотский день рождения утра родился я рано утром насколько мама мне пом рассказывал это 10 часов где-то меня сеевает свет 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 этот как говорят нетварный там я не знаю в принципе 10 утра 3 января на дворе снег сон зимой обычно не бывает солнца и по моему его в тот день не было под помещение в которых мы находились это помещение стадиона нашего воронежского центрального это полуподвальные помещения такие там есть вверху окна небольшие знаете такие вот но в принципе это полуподвальное помещение но окна были такие на улицу знаете как они там-то на улице внизу рядом с асфальтом но в помещении по моему были вот ну свет вот вот себя свет я же знаю что свет я знаю когда темнеет начинает это ощущаешь даже как назвать то тактильно да в принципе кожи хотя по идее это вроде бы сфера зрения да я чувствую свет или вижу как хотите я я почувствовал тепло грубо я не знаю сравнить с первой стопка и водки или как или какие-то горячие уколы мне все время делали там да я почувствовал как по мне не на мне начало теплеть вот там что-то говорит говорит меня сияла радость я не виделся со стороны но я думаю что я стал лыбиться сто процентов как будто что-то сказали веселое радостное приятное принципе я все время лыблюсь да ну или часто но тогда видим особо я чувствую что-то присутствие кто-то меня касается кто-то меня обнимает кто-то меня очень сильно любит я понимаю что очень светло в помещении я не могу сейчас точно проанализировать внутренние ощущения с внешними я уж этого не помню это было восемь лет назад мне кажется я почему я помню об этих окнах меня мне кажется я смотрел до что вот же окно ну ты вроде вид что оттуда обычно свет и ты в принципе вид что все сидят вокруг точно также их-то ничего не удивляет у них нет каких-то взглядов не они сидят и сидят а у тебя что-то происходит я понимаю что свет ярче чем он из окна но я его сам-то особо не вижу ты его ощущаешь каким-то внутренними глазами кто это переживал подобные вещи тот знает мне мне надо рассказывать вот я когда читаю про павла я понимаю приблизительно чем речь идет когда его сиял свет с неба кто-то слышал кто-то видел кто-то это понимал кто-то не понимал вот я это переживаю я не могу опять сказать что это вну внешний голос и об другие слышали да но внутренне это четкий голос бога это четкое повеление я не знал кто он я никогда ничего не слышал об иисусе он мне не представился он не сказал я сущий или я иисус но я четко понимаю что это были слова и повеление купить библию ничего в этот день не могло это вообще даже близко предвещать этот наш преподаватель ничего в этот день об этом вообще не говорил ни о библии не описание зачем-то нам стало об этих храмах нести и на этом в общем то закончилось я уж не помню о чем он там все время говорил я уже план не слышал что он говорит бог мне говорит купи библию не я сам себе это выдумал меня в голове этой мысли близко не было в моей жизни не было ничего религиозного не накануне не на медне не предстояло мне не беседа ни с какими религиозными людьми я говорю мне не было их не в окружении ничего я пришел на курсы народной медицины ну да он там второй день нам рассказывает об этом зачем-то там а храме о свечках что-то еще первый день что-то второй мы помним и рисовали в тетрадке просто как все помню отлично но повеление купить библию я очень плохо относился к религии на самом деле и понимал что это мракобесие все библия там а мне четкое повеление я ему не противлюсь я не могу ему противиться я понимаю что это доброе пожелание купить библию добрый тот кто мне это говорит желает мне блага счастья заканчивается эти курсы я иду иду я у нас построили собор в центре города новый здоровенный у нее есть небольшая территория прям в центре города но как там и стояла издревле сносили опять построили есть лавка прямо за оградой практически но в ограде прямо заходишь вот тут все на распашку эти ворота заборные внешне я захожу и покупаю библию как сейчас помню помню за 500 или 550 рублей такую красную с крестом все ну большого размера тяжелая достаточно это уже не голос божий а сам вспоминаю меня крестили в 16 лет я вам это помню рассказал или нет в прошлом ролике аж не помню мама меня в 16 лет попросил креститься с сестрой неизвестно зачем сама она вообще в это не верит вот мы там богохуль на за пять минут забежали покрестились если это можно назвать крещением как ортодоксы борющиеся с мочением то есть на меня просто побрызгали чуть погоди я против я смеялся вместе фотки где смеюсь прям стою там мама там по фотографировал меня тыкали поп тыкал меня за шею к этим иконам я вообще я не буду этого делать целовать куда-то нас там вводили вот это все мазали нам там что все вышли забыли я в тот день крестик который нам дали куда-то бросил в шкаф так он пролежал 16 27 вот около больше десяти лет 10 11 лет в ящике я приезжаю домой к родителям нужен я не с родителями еще этот крестик удивительно что нахожу сколько было тоже ремонтов там перестановок я вообще с того времени из дома уже не жил 16 лет но я его нашел я надеваю этот крестик обычно серебряный крестик там за 10 рублей данной на веревочке ну еду туда где там жил частном доме за городом там со своей женщины ну все такое мое был такой был мой призыв божий вот как вот мне действительно мне всегда очень близок в этом отношении павел который бы что я евангелие принял не от человеков и не чего че есть человек и научился принял gdy ты научился помните о послание галатам его приветствие на первой стихи как он об этом пишет что он евангелие научился и принял приняла научился не от человеков и не через человеку я хочу на это обратить внимание во мне нету никаких человеческих закосах ну что приезжаю я домой и начинаю читать библию полгода вот эта зима полгода я начинаю читать я ничего не понимаю для меня слова библия новый завет ветхий завет евангелие ничего еще не значит я их не знаю я их не понимаю у меня нет наставников руководители путеводители советников совопросников собеседников нет вообще никого в округе меня нету никаких людей хоть как-то исповедующих христианство другие религии никого меня окружало абсолютно атеистическое общество как я понимал я начинаю читать библию ну в начале ничего интересно я считаю что книгу бытия на очень она проглатывается достаточно прям нура но на исходе как все там уже под конец где началось вот этот куль даваться 120 петелек туда 120 петелек сюда 6 туда внука уже вот это вы знаете все с моисеем как там все это скиня должна была делаться там ковчег завета естественно где-то на этом вещах я много слышал все притыкаются уже потом уже числа них тоже читать не будет меня сам бог стал вести естественно любой книги есть оглавление я открываю я вижу грубое деление на какой-то ветхий новый завет ну есть же какое-то деление вижу что новые когда в книжке сможет вот столько ветхий от вот столько книга здорово она мне долгое время была хотя и потом достаточно быстро переключился на электронный вариант вот ну книгу с собой возил вот ну уже в основном читал электронно потом стал на компьютеры изучать там ног читать я начинаю читать новый завет но вы знаете конечно меня поразил евангелие меня не новый завет новый завет это очень грубо сказано упали вообще не плен на 90 процентов христиан и вообще не читали все сколько общался потом ты узнаешь что ты он никогда в жизни что у них не у деяния не послание евангелие евангелие конечно меня поразило я не помню честно сейчас ощущение я вам расскажу свое следующее переживание это уже лето я уже несколько раз читал его я читал перечитывал я стал поглощать все что только можно все религии меня бог мной овладел это да и я стою на пути выбора я начинаю сразу же читать коран параллельно я читаю я суд я много я так изучал конечно до этого кое-что читал там сутры веды всякие всякую бред философии читал разные труды разных философов было это в моей жизни да я начинаю все поглощать как всеядные все просто я там ванги читаю я говорю все опять с утра поднимаю начинают читать коран начинают читать и слушать тут же ветхий завет что получается грызть ну там я зубы обломаешь действительно папирой и новый новый все я евангелие начинаю читать залпом евангелие на новый за это я помню что я все стал поглощать просто полгода я начинаю просто жадно без разбору все все поедать весь хлеб как у есть на земле тухлый грязный чистый с неба все все вперемешку я начинаю сравнивать почему я говорю я не простой христианин я не просто верую потому что я русский я православный нет и не потому что я боюсь отпасть я ничего больше познавать не буду я христ я знаю все религии я изучил ислам я ну насколько это возможно что что в тебе не лезет и не будешь поглощать кто говорит но это же поверхностное изучение да понятно поверхностное потому что я жить поэтому не хочу что я прочитал теорию я изучил жить я не хочу поэтому как ты будешь жить если ты теорию не знаешь ты узнай теории а потом реши будешь ты лежит и я все что потреблял я не хотел поэтому жить никто из этих людей не явился для меня кумиром я никогда никого не боялся я никогда никому не поклонялся никогда ни перед кем не присмыкался я читаю про иисуса и я готов в ноги упасть этому бога человеку я жажду всеми фибрами своей души чтобы он был рядом со мной чтобы у меня был такой друг брат все что он говорил меня поражает его жизнь я влюбляюсь в него я влюбляюсь в то что он говорит что я читаю в коране первых непонятные сутра непонятно в каком но потом я узнал в каком порядке они стоят к чему все это ну да ну что то есть там какая-то мудрость но я много чего читал и читал эти я буддизм стал изучать естественно вот я много чего читала восточную мудрость все это ну и что но это все так это все хорошо ну в жизни много чего хорошего любой дедушка те может что-нибудь мудрого сказать что дальше то почему это должно кардинально изменить мою жизнь почему я должен оставить грех почему я должен жить по чистому сердцу почему я должен избирать в жизни добро зачем мне это где ответы на эти вопросы я начинаю поглощать все проходит полгода лето вот я живу где-то также в частном доме там недалеко ну это воронеж даже можно сказать ну и так его и причислили уже прописка была воронежск но это был такой близкий пригород был тоже земли немножко свое было яблони такая старая я очередной раз читаю евангелие ну иисус касается меня бог открывается мне вы помните как павел когда шел именно ну павел ты был иудеем верующим как это называют да вот я-то был не поэтому мне немножко ступени было побольше все это было не в один день все мне просто бог я не знаю его имени я не знаю кто он но я знаю что меня коснулся бог и я каюсь я дочитываю евангелие как всегда все это я евангелие читал сутками целиком я не читал по стихам я просто читал залп одно за другим одно евангелие она читается два часа в салу глазами за полтора часа марка вообще пролетает только дай я читал 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 я не могу я понимаю что мне это нужно что мне это нравится что я хочу так жить что я люблю иисуса но он мне открывается я чувствую я чувствую присутствие я чувствую любовь я чувствую свет его святость кто переживал это слов не надо ну и все ты падаешь рыдаешь я там под это яблони да так скажем исповедовался все ты мне ты даешь обещание жить свято доказывать кому-то его присутствие бесполезно ты это знаешь он тебя исповедал он тебя омыл простил очистил и дал тебе новый шанс жизни ну и все в тот день приезжает моя возлюбленная с работой я ее вечером сажаю на диванчик она смотрит мои глаза и все понимает чего-то случилось мы все беру из-за ручки игры дорогая наша жизнь с этого дня меняется она зарыдала ну естественно она видела полгода моей жизни куда меня тянет чем я занимаюсь но мы живем я очень открытый человек естественно уж тем более это моя женщина мы живем в одной на одной кровати в одной комнате на одной кухне у нас даже я дом частный такой там отремонтировал там на студия была там двери даже не было все было открыто за не делил я там чисто так кто знает там поделил в части эти зальные кухонные а так было получается такая большая двухкомнатная квартира без всяких дверей ну все я сказал что наша жизнь поменяется и я в тот день попросил прочитать евангелие вообще не в тот день прочитать а попросил ее тоже читать евангелие начать его читать прочитать потому что моя жизнь меняется резко мы будем жить по-другому в тот день я бросаю все пить курить нарию запойным я не был но все равно в то время иисус с того в дня вернее иисус больше никогда не отходит от меня я всегда его чувствую рядом с собой я больше не мог курить ну как я буду вот не стыдно я его чувствую всегда рядом с как я буду грешить как я буду то я не могу этого делать я не могу себе позволить да так вот напиваться но я могу выпить в компании наверное могу я этого уже не делаю не знаю и время как-то нет но я меня приглашали даже не за эти года то встречался к некоторым в гости приезжал ну максимум там 10 грамм то есть даже даже я даже не могу почувствовать опьянение то что там пью может 10 20 30 грамм мне просто мне не нравилось никогда да вот на образца все я перестаю есть мясо я всегда любил животных то я прочитал я прочитал в книге бытия что бог не разрешал есть я всегда мне противно было убийство животных а тут я еще нахожу для себя откровение от бога что бог не повелевал этого делать что это мы сами по собственной прихоти готовы все в себя пихать нас для нас вообще нет ничего святого для людей мы все готовы ради себе вот я перестаю ругаться матом но это было не просто где-то еще год тоже настолько это привычка очень легкая потому что это вылетает на раз-два-три когда-то уже там через слово как сапожник там материлась как говорят ну вместе я учился это у меня был хороший опыт такой то есть ты сам себя воздерживаешь ограничиваешь каешься и все это меня все это дело привычки на самом деле все это можно бросить я начинаю задумываться на своей личной жизнью до сексуальный как называю как-то ранитворец ешь давно не употребляю своих слов сейчас я живу безбрачной жизнью 8 с того времени об этом позже да вот ну а жил ты я жизнь развратно я начинал задуматься ну-ка я чувствую бог собой я не могу делать так как не свято причем тебе даже не нужны какие-то правила ли объяснение я не искал как мне жить в постели где-то там у каких-то проповедников батюшек это да еще не понимал что они там есть да просто тот свет который с тобой всегда который в тебе и вокруг тебя говорит тебе как это делать ты чувствуешь что вот это правильно это неправильно я понимал что мне надо выбирать но я такой человек горячий я всегда был искренним я понимал что мало ли что мне хочется я чувствую как вот надо делать и я делаю я никогда не противился духу святому я мог ошибаться мог заблуждаться я точно за себя сказать что никогда не противлюсь дух святом чем не господь говорит и я верю что говорит всяком если человек хочет только бог сатана может сюда вкладывать но здесь у тебя только бог и все что ты чувствуешь если ты действительно не лицемеришь с богом сам собой если ты хочешь святости хочешь истины то здесь у тебя теперь живет только бог сервис здесь да здесь в одну сторону влетает одно хорошее в другой плохое от ангелов от бесов но здесь у тебя только бог если ты будешь искренне честен сам собой а значит с богом потому что он тебя здесь и будешь только поступать как повелевает он тебе это есть твоя жизнь это есть твой святость это есть твой путь истины я всегда так поступал я полностью отдался в руки божьи я абсолютно ему доверился почему я не боюсь там читать писание сам я так живу это уже полгода прошло и проходит еще полгода опять 3 января опять мое день рождение проходит полгода моя женщина там новую работу получает уезжает в командировку куда-то в москву на несколько дней и даже на неделю по-моему ночует в гостинице естественно мы созваниваемся по вечерами я ее спрашиваю это буквально на медне уже где-то за пару недель до нового года ну а ты как там евангелие прочитал полгода я своей женщине наташи звали наталья игры ну а ты прочитала евангелие он сказал что она прочитала четыре главы жизнь моя уже кардинально менялась с того вот исповедание моего покаяния и вот еще эти полгода уже сильно я корректирую свою жизнь я пытаюсь это познать я читаю я так продолжаю естественно все вот я быстро рассказываю то есть я живу еще полгода конечно же я уже целиком я уже отбрасываю все эти кораны сутры веды брахма бухмы ванги все эти все все что в жизни меня интересует я вижу что истинно я определяюсь все иисус не открывается я понимаю истина только в евангелии только в иисусе все с того дня вот как мое покаяние я полностью погружаюсь в исследование евангелия жизни и учения иисуса христа ну сами понимаете с моей горячностью еще полгода проходит очередной день рождения я провоцирую скандал мы его не празднуем там я я сам провоцирую вернее не так весь день я буку себя строю да как бы ну готовлю этот скандал так скажем наверное как бы сейчас это не звучало со стороны ночью мне бог дает видение такого в моей жизни тоже никогда не было я его как-то пытался описать да то есть там был какой-то человек был я была какая-то речка ну я еще раз попытаюсь быстро сказать принципе не суть важно это было не на его и это было не во сне это был я даю этому определению этому событию слова видение хотя каждый в него может что-то вложить это была реальность но какая-то параллельная да то есть ты как будто и не спал ты как будто это ты но это как-то вот плывет какая-то речка там младенец закутаны его две такие кобры нет питоны до жирные удавы его как-то окучивают этот человек как-то начинает там багром этих змей колошматить чтобы этого младенца высвободить я вместе с ним мы уже до ума помрачение колошматим он его как-то хлоп я что-то там за него я помню мы падаем короче это младенец как-то освобождается но у меня есть подозрение как трактовать это видение вот я какой-то этот мужчина и в основном он долбасил по-моему так я помню я точно помню чтобы младенец было две змеи два питона который по реке и мы как-то высвободили ну можно сказать я просыпаюсь но хотя я не спал да вот это было все абсолютно реально я чувствую что это что-то значит я что-то это вложил и именно почему-то я провоцирую скандал казалось бы она тоже по спала было наверное утро как мне кажется я уже сейчас начинаю забывать вот я провоцирую пом скандалы со своего этого день рождения и правда я теперь не понимаю как это можно было после этого сна но что-то вот у меня уже каша если честно немножко все таки прошло восьмой год игры идет но и все мы ругаемся я ухожу в машину сном вещи я все оставляю все что там было нажито я беру там только свой ноутбук уже правда древний какие-то вещи свои личные да и все все я ухожу я все оставляю ну в принципе мы не были не расписаны нас не было детей у него был ребенок от первого брака был есть наверное девочка забыл как зовут саша не саша подзабыл уже тоже вот я уже я оставляю все я приезжаю в родительский дом и начинается новый этап моей жизни на этом мы сегодня закончим достаточно подробно рассказал как я называю этот период вы помните нам иногда кажется что конечно же вот она то семечко то слово которое я услышал причем не от бога и так как сейчас есть бумажный вариант и бог не стал мне там с небес трактовать библию да он не просто повелел купить ее это вы помните всегда образ и она креститель который показывает на иисус и помнить как толпа стояла это это символ водного покаяния до крещения вот тот мой день конечно же это было мне не надо никаких как эти там нас улица ортодокса с этим водным там погружением с головой вниз головой налево направо тебя макнуть как тебе там на спину положить такой бред я нигде ни в чем не крещённый ни в какой воде бог меня тогда омыл мои грехи вот то то тот летний день под яблоком в тот 3 января уже год сейчас не помню какой год получается общем восемь лет семь лет назад восьмой я услышал слова живого бога с небес до купил эту библию вот у меня это слово есть настоящее летом я каюсь это моё водное крещение омовение моих грехов и и и дар мне новой жизни до новый шанс шанс новый новый раз прожить свою жизнь и вот мы все помним прекрасно вот это потом вторые полгода как я их образ по евангелию вам даю вы помните что благодаря евангелие от она благодаря синоптикам нам кажется что иисус сразу после укрещения идет в пустыню но это не так благодаря евангелию от она вы вспомните он выходит креститься и уходит и он свидетельствует о нем нам показан второй день иисус опять там ходит опять гуляет там или что он там делает и мы видим как креститель второй раз показывает и уже иоанн с иаковом идут наконец-то за иисусом и он говорит что хотите от меня они хотят учитель где ты живешь пойдите увидите вот это второй этап моей жизни вторые полгода первые полгода это вот это я так скажем проповедь я на крестителя слушаю меня просто тянет к этой святости а понимаешь что я грешник я еще ничего не бросаю я только полгода вот и иду только к покаянию да иду к иоанн креститель слышу где он там кричит покаетесь и сотворите достойные дела пока не приблизил царство небесное вот это первый этап вот эти первые полгода вторые полгода это когда уже уже иоанн крестить мне горит вот тебе за кем надо идти ты покаялся вот те за кем я пришел к ним отдал ему свое сердце под этой яблони до свою жизнь и вот эти полгода когда я изучаю но евангелие это я сижу с и помните как и они пробыли у него всю всю весь тот день до вечера или там всю ночь ты должен увидеть где живет иисус кто он конечно же с этой моей женщиной девушкой она ну я тоже был она была помна год меня младше мы практически ровесники были ну тогда нам было получается по 27 лет по 28 так как бы она никаких шагов не делал сейчас едет не в суждение в обмене мы конечно я и тогда сказал что мы вот так пойдем если мы не пойдем вместе за руки мы пойдем в разные стороны то есть все а меня конечно я вот сидел с иисусом до вечера где ты где ты это образ каждого человека ты начинаешь его исследовать где ты живешь ради учитель я смотрел где он живет кто он есть как он живет что он говорит я слушал его и вот этот мой уход конечно вот это уход в пустыне все я полностью отрекаюсь от всего как господь потом уходит и это образ каждого человека ты идешь пустыню все я потом уезжаю с одной вообще сумкой сейчас я это потом дальше расскажу все эти машины я раздаю там эту есть то ли одну там другу отдают и все я всего отрекаюсь вообще я выписываюсь из квартиры там все от имущества всего от наследства то есть ничего нет я уезжаю вообще от родителей потом просто с одной походной сумкой несколько лет я пребываю в пустыне но об этом следующем ролике кому понравилось мое свидетельство ставьте лайк можете поделиться с кем-то этим видео подписывайтесь на мои каналы кому интересно полезно назидательно мое служение то что я говорю ну и до встречи в следующем ролике буду рассказывать дальше о своей пустыне пока пока что я говорю что я говорю что я говорю Продолжение следует...